Два раза в год каждый автолюбитель совершает привычную процедуру, переобувая своего железного коня сообразно сезону за окном. Летняя резина для сухого и чистого асфальта, зимняя для гололеда и снега на дороге. Более того, в стремлении чувствовать себя на зимней дороге максимально комфортно и безопасно, зачастую водители используют шипованную резину. Госавтоинспекции такой выбор приветствуют, подчеркивая, что шансов попасть в ДТП на скользкой или снежной трассе у автовладельцев шипами на шинах куда меньше. Отметим, что до недавнего времени, устанавливая шипованную резину, не каждый водитель стремился оповещать об этом других участников дорожного движения соответствующим знаком. Таковой был предусмотрен и правилами дорожного движения, только ответственность не была прописана. Однако 4 апреля ситуация поменялась кардинально. В этот день вступило в силу постановление правительства, которое внесло целый ряд изменений в ПДД. В частности, отныне автовладельцы при наличии шипованной резины обязаны клеить треугольник с буквы Ш. Введена ответственность по статье 12.5, часть 1, которая говорит о санкциях за использование или управление транспортным средством с неисправностями или условиями, при которых запрещена эксплуатация. Одним из условий, когда запрещена эксплуатация, является отсутствие такого знака, как шипы. Санкции вроде бы не слишком суровые, но тем не менее ощутимые. За отсутствие знака шипы водителям может грозить штраф до 500 рублей, но можно отделаться и предупреждением. Впрочем, даже такая перспектива тверских автовладельцев, как выяснилось, не прельщает. Те из них, кто уже знает об изменениях в ПДД, поспешили соответствующий знак наклеить. Те же, кто использует шиповку, но треугольник на заднем стекле не вешает, узнав о нововведениях от нашей съемочной группы, обязались исправить упущение. Были и те, кто к изменениям в ПДД отнеслись скептически. Конечно, помежде чем штраф платит 500 рублей или там 100 рублей за значок отдал и все. Правильно. Вообще я считаю, что это бредятельная какая-то полнейшая. Расскажите. Кстати, именно длина тормозного пути стала определяющим фактором, из-за которого знак шипы теперь нужно вешать в обязательном порядке. Специалисты объясняют, знак требуется для оповещения остальных участников дорожного движения о том, что у транспортного средства может быть увеличен тормозной путь. Однако, если учесть, что знак вешается на заднем стекле, а увеличение тормозного пути касается в первую очередь тех, кто впереди, сомнения автовладельцев касательно нового правила вполне логичны. Никита Васильев, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ Пилот.